итак друзья всем привет сегодня 22 марта 2021 года итак друзья не за горами уже выставка выставка наших пчелосемей на тачок тачок мы уже готовили примерно через неделю мы будем выставлять сегодня друзья будут видео о том о работе на моей пасеке 12 рамочного улья это получается рамка 300 и плюс магазины на 145 я хотел бы вам рассказать весь годовой цикл работы с этим ульем на моей пасеке какую я технологию сейчас как бы веду работаю к чему я пришел я до хотел бы вам поделиться о своей работе с этим ульем 12 рамочным методов работы с этим ульем гораздо много но я буду рассказывать лишь о том методе которому я пришел за несколько лет работы и теперь работаю вот таким образом буду говорить все факты данные работы с этим ульем ну смотрите если кому интересно может кто-то возьмет себе это на вооружение так что я постараюсь рассказать от а до я весенний с весеннего цикла я буду рассказывать вам выставили мы на тачок улей улей свои и вот он где наш улей почему мы пришли к этому улю 12 рамочному почему он подошел для моей пасеки лично вот этот улей 12 рамочный для того чтобы получать хорошие сборы меда на своей пасеке естественно вот это все количество пчелосемей это у меня здесь 300 ну скажем 300 плюс где-то больше где-то меньше каждый год варьируется такое количество пчелосемей на одном точке много меда не получишь естественно нужно вывозить своих пчелосемей на качевку что мы и делаем последние годы имеем кроме стационарного тачка еще два . будем вывозить их позднее на тачки на главный медосбор фактически они будут работать эти наши пчелосемьи так мы делим нашу пасеку на три части пытались делить на четыре части но у нас здесь бродят в лесу медведи и они могут прийти за ними не уследишь так что выбираем те места где медведи конечно меньше посещает те места куда мы ставим свои тачки но это другая история да еще хотел бы сказать почему этот улей потому что этот улей 12 рамочный нам удобней вывозить на качевку поэтому мы ули сделали из двп из пенопласта внутри улей получился очень легкий и теплый и так когда мы выставили свои пчелосемьи на точек первым делом что нам нужно сделать какую работу мы начинаем скрывать нашу ли естественно после высыпки пчелосемей что мы имеем обычно у наших пчелосемьи в среднем они идут у нас на 9 рамках это хорошие мощные семьи да есть и семьи где-то у нас и на 8 и на 7 рамках но среднего они все почти что идут у нас на 9 рамках это стандарт что мы первым делом делаем на своей пасеке это первая необходимая работа нам нужно узнать перезимовала не перезимовала матка в улье что мы делаем делаем простой способ достаю из центра из клуба как бы тела семьи одну рамочку приподняв сантиметров на 15-20 увидев если имеется печатный расплод все рамочку мы ставим на место я теперь знаю что матка перезимовала она откладывает яйца имеется какой-то печатный у них расплод все с этим дело покончено мы знаем что матка у них есть что дальше делаем смотрим крайне рамочку крайне рамочка у нас медовая нужно нам естественно сократить гнездо чтобы им было тепло имеем вот такую завставную доску из двп спинопласта внутри она теплая некоторые улей делает конечно 8 рамочники 10 рамочники но с помощью вот такой доски вы можете из 12 рамочного улья сделать и 8 рамочные 10 рамочных флоте из 6 рамочный улей просто перегородив вот этой теплой завставной с пенопластом а так как пенопласт 3 сантиметра пенопласта из в это завставной также и в улья стенки сделаны из с 3 сантиметровым пенопластом этот пенопласт равен 20 сантиметров дерево что вы делаем естественно вы смотрим рамочки да есть корм мед мед есть дальше видим тоже мед но если попадется допустим малометка тут немного пчелы до расплода нет и рамочка может быть и более темная пчелу мы стряхиваю с этой рамочки естественно где-то имеется по краям еще мед эту рамочку она темная в дальнейшем вот уходить на выбраковку на перетопку ставим мы за заставную далее опять же смотрим если здесь две полнометных рамочки и одна из этих полнометных рамочек тоже как бы немножко темненькая в ближайшее время как бы тоже ее нужно на выбраковку мы ее тоже если есть пчела стряхиваю пчелу уживая таким образом мы убираем две рамочки за заставную на этих рамочках имеется мед таким образом мы ужали нашу пчелосемью она у нас плотно сидит на семи рамочка но бывает семьи конечно я говорю средний вариант по семи рамочках но вдруг если мы видим что пчелы меньше мы можем еще с одной рамочки стряхнуть пчелу и убрать за заставную тем самым мы можем получить семью сидящий на шести рамках но я вам буду говорить свой стандартную работу среднюю такую стандартную работу на своей пасеке ориентировочно у нас естественно здесь у ли семья будет уже то на семи рамках все мы знаем матка здесь работает червит здесь тепло им будет потому что мы ужали на две рамочки две рамочки здесь стоят у нас за заставной и так мы проверили узнали что здесь матка работает сократили гнездо и как правило у нас вот такие сильные семьи они зимуют у нас на пять с плюсом тоже скажут а почему подмор не подчистили не убрали подмор да в этом уле друзья имеется съемное днище вот с этой стороны откручиваем и один шуруп с другой стороны тоже откручиваем шуруп и тем самым мы можем снять этот корпус и поменять днище или почистить это друзья все возможно таким образом мы можем почистить днище если зимовка какая-то прошла не совсем хорошая но как правило если когда все делаешь правильно на пасеке все создаешь условия зимовки своих тела семей то подмора фактически на дне не бывают и это будет какая-то излишняя работа чистить днище у них но мы можем почистить но как правило мы этой работой в первые дни после выставки мы эту работу не делаем мы не тратим на это время потому что у нас пасека 300 плюс плюс минус то нам первые дни самое главное это проверить наличие кормов сократить гнездо и удостовериться что у них матка находится в улье она есть и она плодная и она работает все это у нас первая главная работа никакие там дезинфекции улев ничего мы не производим это все излишняя работа когда мы сделали таким образом наше гнездо и фактически мы месяц уже не подходим к нашей пчелосемье все таким образом мы прошли все семьи и если есть когда-то у нас свободное потом после вот этой вот основной работы еще время если мы считаем нужным почистить донья мы это делаем если считаем что чистить смысла нет пока что мы что-то сокращаем гнезда проверяем наличие корма то если стоит благоприятная погода то пчелы остатки своего подмора они просто напросто выбрасывает из улья да еще хотел бы сказать о летках какие летки у нас открытые после выставки сразу после выставки у нас приоткрыт верхний леток скажем наполовину это отверстие на 25 миллиметров просверлено и внизу нижний леток открыт на 45 сантиметров все вот этой вот щели достаточно пчелам выбросить какой-то подмор если он там имеется в каком-то количестве но он всегда конечно есть после зимовки без этого никак пчелы почистят сами и так проходит месяц это получается если мы вы выставили свои пчелосемьи где-то 25 марта допустим ревизию сделали 27 28 марта то в конце апреля как правило у нас начинается цветение вербы и это верба у нас фактически она верба на солнцепёках зацветает но она быстро тоже цветет что мы делаем на цветение вербы мы естественно начинаем расширять свои пчелосемь так как проходит месяц и выходит какая-то молодая пчела которая вышла в течение этого месяца что мы делаем конец апреля начинается цветение вербы на вербу мы начинаем подставлять вощину каким образом мы делаем здесь у нас стояла две рамки 1 малометка другая полнометная допустим и как правило за в течение месяца малометную рамочку пчелы могут просто вытащить этот весь мед и перенести гнездо рамочку мы одну вообще отсюда убираем остается и допустим вот такая полнометная рамка она стоит также за основной доской мы сейчас работаем с челой бакфаст то как правило семьи бакфаст не разрывает гнезда когда ставят вощину таким же образом что и есть у нас сейчас и карника у карники тоже мы сейчас не разбиваем гнезда что мы делаем вот получается как две рамочки фактически отодвигаем на трех рамочках как правило здесь хороший печатный уже расплод имеется по краям расплодных рамок порой бывает и на четырех рамках вот так расплод среднем мы ставим две рамочки вощины по краям наших расплодных рамок в итоге концу апреля что мы имеем мы имеем расширенное наше гнездо на цветение вербы как правило в течение цветения недели вербы вот эти рамочки поставленная с вощиной пчелы их быстро отстраивает у их также имеется одна рамочка полнометная за заслоной доской когда мы поставили вот эти рамки так как мы находимся на урале у нас часто приходят возвратные холода и пчелы порой могут сидеть в улье а им нужно что-то кушать что мы делаем которая рамочка у нас печатная стоит за заслоной мы ее стамеской либо вилочкой вскрываем вскрываем с обеих сторон рамочка она темная в дальнейшем уйдет на выбраковку как уже я и говорил ее вскрываем ее вскрываем и она просто стоит за основной доску доской если нужно пчелам они находят эту рамочку и выбирают мед как правило выбирает ее что происходит дальше отсветает у нас на урале верба и где-то недели через две у нас засветать начинает одуванчик одуванчик где-то зацветает у нас среднем скажу я так 10 12 мая на цветение одуванчика мы опять же начинаем расширять наши пчелосемьи расширять мы опять же будем вощиной так как идет цветение с одуванчика и пчелы как правило будут опять отстраивать неплохо вощину мы имели за основной полнометную рамку полнометную рамку мы имели ее как правило пчелы выбирает весь мед и эта рамка уходит на выбраковку сдвигаясь основную до край вот эти две рамочки у нас отстроенные вощину пчелы отстроили на них имеется уже расплод делаю таким образом центр нашего гнезда оставлю два отстроенных сота смещены сюда для чего это делается я хочу чтобы нашей семье рамочки были свежие свежие отстроенные а более темные они получается уходят у меня на край не нужно течение сезона обновлять гнездо чтобы гнездо у них было чистое на одуванчик как правило я ставлю еще две рамочки вощины и где находится у них центр печатного расплода я его не разрываю я ставлю две рамочки по краям эту вощину на цветение одуванчика пчелы начинает строить и отстраивать и это все у нас опять же длится две недели если хорошая погода и плохая возвратная холода в общем мы забываем это все до конца июня к семьям не подходим у них все есть но далее наступает июнь месяц наши пчелосемьи подросли неплохо далее мы можем гнездо уже в июне месяце довести до полного гнезда опять же на начало июня что мы делаем нашему гнезду вот эти две рамочки которые оставились на одуванчик мы смещаем центр нашего гнезда более темные рамочки они уходят у нас на края везде имеется очень много расплода печатного и на выходе что мы делаем дальше если сильная семья здесь еще не хватает одной рамочки мы можем поставить им рамочку еще вощинки таким образом мы сформировали гнездо все свеже отстроенные рамочки находятся у нас фактически по центру дальнейшем эта рамочка тоже будет перемещаться к центру а перемещать мы ее будем тогда когда будем ставить уже магазин на расширение нашего гнезда и так июнь месяц вот это вот самое такое время когда нужно в это время пролечить наши пчелосемьи и пролечить их очень даже хорошо как это делается а делается это таким образом никаких надставок нету подмет мы ничего не подставили рамки у нас сформированный гнездо сформировано нужно обязательно пролечить наши пчелосемьи течение безяточного этого периода когда у нас нет магазинов мы стараемся пролечить конкретно наши пчелосемьи это самый главный фактор этого раньше мы не делали когда стали лечить в июне месяце мы почувствовали разницу наших пчелосемей развитие зимовку количество приносится меда и забыли что такое слет пчел на нашей пасеке через каждые четыре дня трехкратно мы обрабатываем наши пчелосемьи моем случае это было и дым пушка и аэрозольный баллончик но это нужно сделать трехкратно через каждые четыре дня это обязательно и успех будет гарантирован вот это мероприятие мы делаем в июне месяце не тогда делаем когда только выставили пчел смысла нет так как мы поздней осенью обрабатываем свои пчелосемьи от леща вара когда уже минимальное количество расплодов наших семей и так в течение июня мы обработали свои пчелосемьи естественно пчелы у нас подросли и они уже просят надставку так как пчелы там достатке что мы делаем мы ставим на расширение хотя может быть изъяток не начался но после обработки начинаем ставить уже магазинные надставки когда мы делаем мы обычно это делаем когда пчелосемьи у нас перевезенные на тачки семьи на тачки мы можем перевести в конце мая и обработку производить уже от леща вара на тачках что мы и делаем как правило далее с перевозкой пчелосемей на тачки это получается очень просто так как наши ульи находятся в одном корпусе без надставок безо всего улей небольшой компактный и мы прекрасно перевозим на автомобиле где-то ставим в два в три яруса и везем на тачки далее что когда обработали свои пчелосемьи на тачках на стационаре мы начинаем расширять свои пчелосемьи чтобы пчелы естественно не вошли в роевое состояние и еще хотел бы заметить мы работаем с той пчелой которая менее райливая менее злобливая это бакфаст и карника ставим надставки хотя в природе особо взятка нет но надставка у нас стоит разделительную решетку мы не ставим мы ставим допустим 12 рамочный магазин мы ставим туда 4 рамочки вощины остальные рамочки ставятся у нас сушнинки ставим и 11 рамок если в магазине находится вощина и получается у нас улочки увеличенные и рамки как правило сушнинки у нас уже увеличенные отстроены куда матке сложнее зайти но матка заходит порой в эти магазины бывает немного и пчелиного расплода в первом магазине ну и как правило трутневый расплод матка закладывает ставим и первый магазин проходит допустим несколько дней дней 5-6 неделя но мы смотрим если пчела зашла уже во второй магазин начинается взяток мы не ждем когда этот первый магазин будет залит медом и сразу ставим второй магазин ставим второй магазин проходит некоторое время начинается главный медосбор пчелы начинает работать мы видим во втором корпусе магазинной надставки на рамку 145 появился нектар напрыск но печатного меда может быть и не быть мы сразу ставим третий магазин если пчелы осваивает третий магазин появляется также у них нектар мы ставим четвертый и тем самым у нас такие ули доходят до 5 магазинов когда проходит у нас главный медосбор главный медосбор может продлиться весь июль и захватив первую декаду августа каждый год по-разному когда проходит у нас главный медосбор июль начало августа мы начинаем снимать все наши надставки которая залитые медом которые рамочки уже печатные после главного медосбора до 25 августа на нам тоже нужно успеть перевести все пчелосемьи на свой тачок на основной сюда все это нужно сделать быстро перевести когда мы ставили магазин мы могли вот эту рамочку отстроен у поставить центр есть и есть такая возможность есть не успели ну не успели но главное что основные 4 рамочки гнездовых у нас чистые новые свежие да далее мы сокращаем наше гнездо мы из нашего гнезда выбираем более темные рамочки ну скажем вкратце его убираем убираем как правило три более темных рамки когда мы сократим гнездо то изюминка вот этого нашего 12 рамочного улья заключается в том что у нас имеется здесь свободное место куда и можем и поместить вот такую кормушку она прекрасно сюда входит и вот эта кормушка рассчитана на 8 литров сиропа как правило кормушка ставится она плотную сюда к рамкам эту заставную доску мы оставляем здесь улья таким образом у нас должно сформировано гнездо на 9 рамках после 25 августа вплоть до первых чисел там сентября мы можем дать первую порцию закормки от клеща полоска лежит даем 8 литров сиропа через неделю даем вторую порцию сиропа можем проконтролировать до 1-2 семьи проверить что в кормов действительно у них достатки что рамочки фактически у них все идут полнометные ну и там примерно в сентябре после двух недель когда вы начали закармливать кормушку в их убираем и ставим заставную доску все гнездо сформировано до 9 рамках полоску от клеща вара убираем ложим вторую полоску от клеща вара в конце сентября как правило делаем контрольную обработку от клеща вара это старинный метод эмульсией бипина мы проливаем все наши улочки бипином проверяем осыпь клеща далее остается еще последняя контрольная уже обработка это где-то середине октября начале октября а порой даже и в начале ноября на таком везде пчелы прекрасно зимуют естественно при зимовке наших тела семей они в основном зимуют нас зимовники я всегда отгибаю у задней стенки положок и утепление до полтора два сантиметра и зимовники мы держим температуру от 0 до плюс четырех градусов но из практики я бы сказал что зимовка лучше происходит это где-то при температуре от 0 до плюс двух порой даже и какие-то бывает минусам нашем зимовники это лучше зимовка если наши пчелы будут возбуждаться зимой при повышенной температуре в зимовники то это не есть хорошо пчела может естественно войти в активное состояние мы не доводим до такого состояния что пчелы у наши зимовники распадались и покидали свои клубы и ползали по всему улью этого ни в коем случае допускать нельзя сейчас зимовка подходит у нас концу вентиляция у меня в зимовниках сделано очень хорошо двери зимовниках открытые полностью это наш метод так мы работаем ну а так друзья кому если интересно была моя информация работе на моей пасеке не забываем друзья поставить лайк вам друзья это несложно посмотрели видео нажмите лайк дизлайк но кто если друзья новенький на моем канале подписывайтесь не забываем нажать внизу на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео на моем канале всем друзья пока и до новых встреч всем удачи пока пока